Гитфа на связи, Палундра. Новостей завезли, налетай, забирай. Сегодня есть чего рассказать. Начнем с горяченького. В социальной сети Facebook World of Warships Asia появился крайне интересный пост. Готовьтесь к запуску ветки крейсеров СССР 23 марта. Исходя из этого вытекает как минимум два важных вопроса. Во-первых, почему анонс в Азии есть, а вот у нас нет? Вроде как наш рынок целевой для этого продукта. Есть, конечно, вариант, нагаданный и натянутый за уши, но все же. Чтобы релиз у нас прошел максимально благоприятно, ветку потестят сначала на них, а когда разработчики будут уверены в успехе, дадут анонс и у нас. В этом случае уверенность в том, что поднять онлайн в РУ-регионе должны будут именно советские крейсера в апреле, будет максимальной. Однако, если все же крейсера на основу выкатят 23 марта и у нас, то тогда встает второй важный вопрос. Какое такое событие в апреле вернет онлайн в РУ-регионе? Лично у меня на эту тему даже предположений нет, потому предлагаю пованговать на эту тему в комментариях. Еще одна интересная новость связана с появлением на сайте 3dgamesmodels.com новых кораблей. Британский эсминец Кэмпбеллтаун на третьем уровне, судя по данным сайта, будет нагибать из инвиза. Дальность хода торпед 7,5 километров. Это на 500 метров больше, чем у Вакатаки. При дальности засвета 6 километров 600 метров получаем торпедного песочного нагибатора. А еще появился премиумный американский авианосец Сайпан 7 уровня. Его основные особенности завязаны на малом количестве самолетов в звене. Всего-то три штуки. При пяти звеньях, казалось бы, будет корабль для страданий. Однако самолеты Сайпана намного сильнее авиации одноклассников. Большая живучесть, скорость, да и все остальные ТТХ. В итоге получается интересное сочетание. Однако стоит отметить, что итоговые ТТХ на релизе могут измениться, потому загадывать о судьбе этих премов я пока что не буду. Ну и коль мы затронули тему премиумных кораблей, стоит отметить, что вдруг, неожиданно и негаданно, в продаже появились Варспайт Тирпиц и Блэскавица. Стоит отметить, что на этот раз все корабли введены в продажу надолго, о чем свидетельствует отсутствие таймера до конца продаж. Но не в этом суть. Как сказали разработчики, в одном из последних стримов в продажу великорабли в связи с высокой популярностью запросов от игроков. Мол, просят они ну очень настойчиво, потому разработчики вводят их в продажу. А то, что в конце февраля в интервью было сказано, что Варспайт и Тирпиц, скорее всего, будут еще не скоро в продаже, видимо забыли. Ну что ж, бывает, что можно сказать. А на этом новости кончились. Удачной вам рабочей недели. До связи. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки, подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного, потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я, выпуская контент практически каждый день, заскучать не получится.